Встречайте президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин! 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 Газоснабжение, энергоснабжение, коммуналка, восстановление дорожной сети, строительство новых дорог, магистралей и новых мостовых переходов. Нужно было вытащить Крым из той унизительной позиции, из того унизительного состояния, в который Крым и Севастополь были погружены, когда находились в составе другого государства, которое финансировало эти территории по так называемому остаточному принципу. Но дело не только в этом. Дело в том, что мы знаем, что надо делать дальше, как надо делать дальше, за счет чего. И мы обязательно реализуем все намеченные планы. Но дело не только в этих решениях. Дело в том, что крымчане и севастопольцы поступили правильно, когда поставили жесткий барьер на пути неонацистам и крайним националистам. Потому что то, что происходило на других территориях и происходит до сих пор, лучшее тому подтверждение. Люди, которые проживали и проживают на Донбассе, также не согласились с этим государственным переворотом. Против них тут же были организованы карательные военные операции. И не одна. Их тут же погрузили в блокаду. Подвергли систематическим обстрелам из пушек. Наносили удары авиации. Вот это все и есть то, что называется геноцид. Именно избавить людей от этих страданий, от этого геноцида является основной, главной причиной, побудительным мотивом и целью военной операции, которую мы начали на Донбассе и на Украине. Именно в этом цель. И здесь, вы знаете, мне приходит в голову слова из Священного Писания. Нет больше любви, как если бы кто-то отдал душу свою за друзей свои. И мы видим, как героически действуют и воюют наши ребята в ходе этой операции. Эти слова, эти слова из Священного Писания христианства, из того, что дорого тем, кто исповедует эту религию. Но все заключается в том, что это универсальная ценность для всех народов и представителей всех конфессий России. И именно для нашего народа. В первую очередь для нашего народа. И лучшим подтверждением тому является то, как воюют, как действуют наши ребята в ходе этой военной операции. Плечо плечом. Помогают, поддерживают друг друга. А если надо, то как родного брата прикрывают своим телом от пули на поле боя. Такого единения у нас давно не было. Так получилось, что начало операции совпало, совершенно случайно совпало с днём рождения одного из наших выдающихся военноначальников, причисленных к лику святых, Фёдора Ушакова, который за всю свою блестящую военную карьеру не проиграл ни одного сражения. Он как-то сказал, что грозы сии пойдут во славу России. Так было тогда, так сегодня и так будет всегда. Спасибо. 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 Спасибо.